Шестнадцатая причина не взвешивать еду, если вы хотите похудеть, это то, что в приложениях, куда вы потом записываете свою еду, очень часто еды от конкретной какой-то торговой марки или еды, которая приготовлена каким-то особым способом, просто нет. То есть вы купили там, не знаю, какие-нибудь печеньки, открываете, начинаете искать или там вафельки и смотрите, вот даже этой торговой марки много продуктов есть, но вот конкретно вот этих печенек нет. И ты начинаешь потом искать, так, какие здесь похожи, начинаешь какую-то замену искать, альтернативу других производителей и так далее. Либо если продукт какой-то, который вы, например, готовите своим способом и если начать считать конкретно калорийность вашего супа или борща, высчитывать тоже отдельно, вписывая каждый из продуктов, то у вас получится там содержание белка или жира там отличное от того, что вы можете найти в том же фэт-сикрете, например, в виде какого-то готового блюда. Например, вы сварили борщ и по вашим подсчетам, когда вы записывали каждый продукт, у вас там вышло, что в 100 граммах вашего борща у вас там белка, например, 9 грамм на 100 грамм. А тот борщ, который вам предлагает сам фэт-сикрет, например, там борщ со свининой, у него там 4. И это тоже может немножко раздражать, хотя на самом деле эта разница не супер критична, конечно же, для вашего результата, то есть для вашей цели похудеть. Но в любом случае, вот это вот взвешивание и ненахождение потом этого продукта в приложении, куда вы записываете эту еду, оно, конечно, раздражает и неприятно. Поэтому вот еще одна причина не взвешивать вашу еду, если вы хотите похудеть. А если хотите худеть с позитивными эмоциями, переходите по ссылке в профиле ко мне на сайт. У меня там 7-дневный курс похудения с коучем, я изложил там 18 наиважнейших элементов успешного похудения. Зная их, вы сможете похудеть, вы сможете худеть с позитивными эмоциями, сможете достичь, наконец, свою цель и самое главное потом удерживать свой новый вес.